как получить моргидж покупки недвижимости первый раз со всей этой информацией мы сегодня разберемся и у меня в гостях специально я пригласила для вас человека который президент компании try state mortgage зовут его сергей радов здравствуйте сергей здравствуйте спасибо что вы пришли мы очень рады потому что как вы знаете со всем что происходит сегодня на рынке плюс вся информация которые людям поступают по поводу моргиджев очень часто мы встречаем в нашей в нашем бизнесе что люди просто от того что не знают что происходит теряют голову и вообще замораживаются и не знают что им делать поэтому сегодня мы будем рассказывать что нужно вообще для того чтобы подготовить себя покупки недвижимости и как получить моргидж для этого первый вопрос у нас такой какие документы вообще нужно людям чтобы подать на моргидж пожалуйста сергей для получения нам первым делом необходимо проверить вашу приятную историю это первый документ который я должен иметь второе вы должны предоставить income tax если вы self-employed или же вы должны предоставить W2 и paystab если вы работаете на какую-то компанию и просто являетесь как employee и третье вы должны показать свой банковский statement показать сколько денег у вас находится на аккаунте вот эти три основных документа которые необходимы для того чтобы получить pre-qualification на ту сумму которую вы можете оформить давайте начнем вы начали с кредитной истории значит я уверена что очень интересный вопрос как влияет кредитная или вообще влияет кредитная история на моргидж кредитная история влияет очень сильно на получение моргиджа на ту программу которую вы хотели бы взять и вообще как бы на весь процесс кредитной истории наверное это ну один из трех китов на основании которого вы получаете моргидж это звучит очень заманчиво и да ребята не забудьте подписаться потому что в следующем видео мы более конкретно будем рассказывать всякие нюансы которые с кредитной истории имеют значение для получения моргиджа и конечно какие есть программы разные и как ими воспользоваться сергей скажите пожалуйста а и что вот как обычно мы знаем так как я продаю недвижимость а вы ее финансировать и сергей скажите пожалуйста как бы финансовых делах при покупке недвижимости существует ли минимальный взнос или максимальный взнос и если да скажите пожалуйста что минимально что максимально я бы минимальный взнос при покупке недвижимости на сегодняшний день это три процента а если ваш моргидж не превышает 726 тысяч долларов и пять процентов если ваш моргидж не превышает 1 миллион восемьдесят три тысячи долларов специальной программе и фричей вы можете положить три с половиной процента а если ваш моргидж не превышает миллион восемьдесят три тысячи долларов на односемейный дом значит про всякие разные интересные программы которые существуют на рынке и которые вы сергей предлагаете мысль мы ребята подпишитесь и не забудьте присмотреть следующее видео в которой более конкретнее будет вам рассказывать именно про те программы которые наверняка вас интересуют скажите пожалуйста сергей значит есть естественно одна семейная жилье двухсемейные три-четыре кандо кого если какая-то разница сегодня так как у нас 20 2023 год есть разница сегодня какой взнос должен быть по определенному сколько семей недвижимость или не имеет значения конечно же очень большое значение имеет недвижимость который вы парите но давайте скажем закон если вы покупаете club то скорее всего вы должны оперировать или спросить кооператив сам сколько у них позволительно положить down payment банки дают минимальный down payment на коапы моргидж дают 10 процентов если вы покупаете кондоминиум или single family house тут вы можете положить как я уже говорил три или пять процентов down payment и совершенно спокойно купить на двухсемейные и выше до четырех семейных домов там в каждом как в отдельном случае разный down payment минимальный down payment который вы можете положить на эти прапорты если вы берете FHA loan это и покупаете как primary residence то есть вы планируете жить в этих домах это три с половиной процента но если вы хотите взять conventional loan то в этой ситуации я уже вам должен сказать в зависимости от от того прапортия от location сколько вы должны минимально положить обычно на двухсемейные и выше нужно положить минимум 20 процентов если вы хотите больше информации именно по этому поводу то пожалуйста вы можете спрашивать у нас в комментарии в этом видео или же вы можете послать нам по электронной почте электронная почта адрес будет внизу написан для вас так что в любом случае или в комментариях или через электронную почту и сергей и я сможем ответить на ваши вопросы по этому поводу и так продолжаем что ну очень все интересно конечно и я уверена что наши зрители имеют немножко информации ну и возникает такой вопрос какие расходы еще соответственно покупки потому что ну как риэлтор я знаю что то что дает down payment это одно но есть и то что еще называется closing cost по-русски как closing cost объяснить нашим людям ну я бы сказал наверное расходы на покупку недвижимости расходы на закрытие скажем так окей ну вот сергей пожалуйста какие там еще идут дополнительные расходы кроме взноса который будет включаться в down payment на сегодняшний день closing cost он как бы делится на две части один кост так называемая это то что вы расходуете за тот сервис который вам оказывают а второй кост который тоже включен как бы в closing cost это ваши деньги которые вы как бы приплачиваете себе во время покупки уже для собственного проживания значит наверное я должен остановиться на каждой части отдельно в первую половинку это тот ваш расход туда входят такие три больших как бы основные скажем так ваши расходы первое это банковские фи они кстати на самом деле в моей компании довольно маленькие там может быть максимально тысяча пятьдесят пять долларов если вы не захотите заплатить какие-то дополнительные поинты и еще что то второе это расходы на как бы сервис мы должны заказать апрезал в этом мы должны проверить кредитную историю вашу все это стоит немного целью поэтому второй пункт это те фи которые вы обязаны заплатить которые вы не выбираете и третий с наверно самый большой из этого из этой категории расход это тайтл что такое тайтл фи тайтл фи это тайтл компании делает специальный ресерч по которому она предправляет вам тайтл иншуранс на ваш дом наверное более подробно я объясню потом что такое тайтл иншуранс но вот эти три основных расхода это ваш кост вторая половинка кост опять же который включается поознаваться это ваши припей то есть вы должны купить себе страховку она стоит наверно полторы тысячи тысячу двести долларов в зависимости от дома второе банк должен заплатить за вас прапорти такс и которые также банк берет на искру аккаунт определенную сумму третье вы должны заплатить своему адвокату какую-то сумму таким образом вот эти все суммы вместе суммируется и получается весь получим сколько это невозможно как бы определить однозначно потому что он зависит от того что вы покупаете и в каком штате но в данный момент мы говорим за штат нью-йорк правильно большей степени поэтому в штате нью-йорк кроме как кроме так сказать кроме этого closing cost еще существует mortgage tax то есть вы должны заплатить штату или городу еще один восемьсот семьдесят пять процента от той суммы mortgage который вы занимаете таким образом штате нью-йорк closing cost довольно приличный я бы так сказал примерно примерно около пяти процентов от то есть сумма которую выберете если собрать все вместе собрать все ну да где-то так а если это FHA то тогда она немножко больше ну наоборот нет на FHA меньше на FHA меньше closing cost абсолютно интересно хорошо как определяется интерес на получение моргиджа и имеет ли значение что именно покупается когда определяется интерес наверное самый сложный самый легкий вопрос который я получаю каждый день причем не только один раз наверное каждый час я получаю а какой у вас interest rate а какой у вас interest rate а что вы предлагаете вопрос interest rate он довольно такой расплывчатый потому что он зависит от огромного количества факторов он зависит от вашей кредитной истории от того down payment которого вы даете от той программы которую вы выбираете от того property которое вы покупаете это can do co-op или two family one family house и от многих 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 других факторов которые составляющих этого всего дела которые определяет interest rate я могу обычно как бы я определяю но вот на сегодняшний день скажем если мы берем single family house там какой-то 20 процентов down payment interest rate он ну довольно такой определенный плюс-минус 1 восьмая процента все остальное очень сложно если ваша кредитная история хорошая поэтому наверное в каждом отдельном случае а для того чтобы вам определить и сказать точно interest rate я должен получить то с чего мы начали изначально все те документы которые я хотел бы посмотреть и после этого я могу сказать точно interest rate который вы можете но с другой стороны моя компания всегда старается своим клиентам дать самый лучший interest rate который только возможность я просто хочу задать такой вопрос потому что думаю что нашим зрителям было время не знаю ли сейчас что вот как вот interest rate на покупку кондоминиум почему-то был немножко дороже чем на один семейный двухсемейный дом это так еще существует или это уже поменялось это так существует но это не потому что банки на сегодняшний день то хотят как бы из именно выше interest rate а потому что фенни мэй и фредди мак они имеют определенные отчастники действительно что при покупке когда минимума так и остается интерес трейд выше если вы кладете меньше чем двадцать пять процентов дом поймут потому что если вы кладете так двадцать пять процентов дом поймут или больше то interest rate будет такой же как и на single family house но для покупающих впервые у нас сейчас очень очень много привилегий и interest rate для покупающих впервые на любой тип недвижимости на сегодняшний день один и тот же ну вот так что чему это это звучит что у вас сергей вашей компании вы предлагаете у вас есть некоторые программы которые могут быть очень интересны для наших зрителей которые готовятся к покупке недвижимости или кандо и вы ребята должны теперь не забыть подписаться на этот канал и обязательно заденьте колокольчик и пожалуйста переходите на следующее видео мы вам там расскажем про мы вам расскажем какие сейчас самые последние популярные программы которые сергей предлагает да сергей да если какие-то привилегии сегодня на этом сумасшедшем моргидж маркете и real estate маркете такие сегодня есть интересные программы для того чтобы облегчить вам ребята купить недвижимость и я попрошу сергея немножко более вникнуть как определяется интерес на моргидж интерес процент я имею ввиду на моргидж более конкретное объяснить для того чтобы вы могли себя подготовить если есть такая возможность для того чтобы улучшить ваш вариант для пса для получения самого лучшего интерстрейт который существует мою в данный момент как realtor я знаю что многие всегда задают такой вопрос как отражается на ваш кредит история всякие разные проверки на кредитную историю допустим как вы шапаете на моргидж ну вот на этом заканчивается этот момент видео спасибо большое сергей радов что вы здесь посидели со мной и мы с вами и с вами ребята прямо увидимся на следующем видео